СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Была женщина, у которой было все для того, чтобы быть довольным. Мир лежал у ее ног. У нее были деньги, золото, бриллианты. Правда, бриллианты еще не были добыты из земли. Ей не нужно было гладить одежду, ремонтировать или стирать ее. Также не нужно было мыть посуду. У нее был очаровательный муж. Кстати, он был единственным. Других вариантов не было. Она жила в совершенном саду. Пока однажды кто-то не пришел в этот сад, видя змея. Змей посеял семя, которое называется недовольство. Говоря ей, тебе еще чего-то недостает. Тебе нужно вкушать от плода с дерева познания добра и зла. Это тот плод, который Бог запретил им есть. Так было посеяно семя недовольства в ее сердце. И, следовательно, также в наше сердце. В результате у нас есть некая способность не быть довольными жизнью, которая дана нам, и делать акцент на том, чего не хватает. Недовольство всегда говорит «мне чего-то не хватает». У меня много, что есть, но чего-то не хватает. Мне всегда необходимо разнообразие. Знаете ли вы людей, которые постоянно хотят переехать, которые никогда недовольны своей одеждой, которые постоянно хотят приобрести очередное развлечение, мы могли бы составить целый список. Когда приходит недовольство, оно нас не отпускает. А довольство — это быть довольным тем, что есть, быть умеренным в желаниях и благодарить за судьбу. Это также умение оставить требования и претензии. Бог желает помочь нам своей силой, своим духом и через молитву, чтобы наше недовольство превратилось в довольство. В чем же секрет довольства? Многие люди ищут полного удовлетворения, потому что они считают, что небеса на земле, но так думать нереалистично. Мы не живем в совершенном мире, а в несовершенном, где всегда будет то или иное, что принесет нам недовольство. Следовательно, наш источник должен быть другим. Наш источник в присутствии того, кто может дать полное, совершенное довольство. Как сказал апостол Павел, «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». Благочестие и довольство приносят нам полноту. Однако недостаточно верить в Бога, чтобы быть довольным. Довольство приходит, когда мы живем в Божьей полноте, когда имеем невероятно качественные, близкие отношения с Богом. Тогда приходит довольство, которое по своей природе не земное, а небесное. Это сверхъестественное довольство. Находясь даже в самых невыгодных обстоятельствах, я могу быть довольным, потому что Бог – источник моего довольства. Апостол Павел осознал это и написал, «Вы имеете полноту в нем, во Христе». В псалмах также написано, «Ты мой владыка, и нет мне иного блага, кроме тебя». Давид говорит это в 15-м псалме. Еще написано, «Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле». Автор этого псалма говорит о том, что его глубокий источник довольства в самом Боге. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Для этого нам нужно приходить к Нему. Мы должны в Нем искать то, чего нам не хватает. Затем нужно сконцентрироваться не на том, чего нет, как я уже говорил. Нам всегда будет чего-то не хватать. Мы должны сконцентрироваться на благословениях. Есть такая песня. «Считай Божие благословения, пусть они все будут перед твоими глазами, и ты увидишь, как велико их число». Эти красивые стихи говорят нам о том, что мы должны обратить внимание на благословения. Мы должны их считать, сохранить в сердце и радоваться ими. Мы должны их ценить. На мой взгляд, апостол Павел не преувеличивал, когда во втором послании Тимофею, третьей главе, написал, что в последние дни люди будут неблагодарны. Отсутствие благодарности — это печальная черта, которая встречается слишком часто. Я просто вдохновляю вас быть людьми, которые, наоборот, живут в благодарности, которые довольны и источают признательность за многочисленные благословения. Будем и останемся всегда благодарными за простые и очевидные вещи. Апостол Павел также сказал «за все благодарите». Находясь в различных обстоятельствах, «благодарите». Даже когда все идет не так, когда нам кажется, что чего-то нет, или когда нам действительно чего-то срочно не хватает, мы умеем благодариться. Практикуя это, мы увидим сверхъестественное Евангелие в действии. Мы увидим, как Бог суверенным образом вмешивается и восполняет. Как написано, «Ни в чем не будем нуждаться». А хотите ли вы быть благодарными сегодня? Вдохновляю вас после завершения нашего общения посвятить время тому, чтобы просто поблагодарить Бога. Очень прошу вас это сделать. Начните перечислять все то, что заслуживает благодарности. Бог дал вам жизнь и дал вам все то, что вы имеете. Итак, перечислите благословения и не концентрируйтесь на том, чего нет. Это не означает, что нужно похоронить свои мечты и планы. Совсем нет. Не нужно сдаваться, но нужно проходить переутерпение. Бог еще не произнес последнее слово относительно вашей жизни. Я бы хотел завершить следующие мысли. Признавайте свои ограничения. Ни один человек не может постоянно находиться на высоте и быть совершенным во всем. мир порой возлагает огромное бремя на нас, но мы должны уметь признавать свои ограничения и быть просто благодарными. Говорю о людях, у которых есть физические, интеллектуальные или другие ограничения, но которые имеют очень глубокие ценности. Это ценности, которые редко встречаются. Они благодарны и довольны, несмотря на ограничения. Завершаю стихом, который кажется мне очень важным и актуальным для нашей сегодняшней темы. Стих записан во втором послании к Коринфянам. У апостола Павла была проблема или страдание, которое он называл жалом воплоти. Он молился трижды о том, чтобы Бог убрал это жало, чтобы его жизнь стала более комфортной, чтобы он мог освободиться. Но Бог ответил что-то, и это будет нашим завершающим словом. Бог ответил, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Вы можете перечитать это в первом послании к Коринфянам. «Довольно для тебя благодати моей». Это значит, что Бог дает нам не только то количество благодати, которое необходимо для выживания. Его благодать настолько сильная и настолько соответствует нашей нужде, что она приносит нам покой в сердце и дает силу жить даже в лишении, так как мы научились надеяться на него. Бог никогда не подводит нас. Рассчитывайте на него. Сам Господь должен быть вашим источником. Примите решение быть благодарным. Рассчитывайте на Божью благодать, которой всегда достаточно, чтобы покрыть вашу личную нужду. Пусть Бог вас благословит.